Романтика. Настройся на романтику. Настройся на романтику. Романтика. Это «Утро на романтике». У микрофона Стас Данилин. И у нас в гостях сегодня с огромным удовольствием сообщаю артисты мюзикла Анны Каренина «Прекрасная». Семейная пара Дмитрий Ермак и Наталья Быстрова. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Я очень рад вас видеть. И более того, в такой момент, когда завершается сезон мюзикла Анны Каренина, причем не просто завершается, а триумфально, я бы сказал, завершается, и вы оказались в нашей студии, я напомню слушателям, что в постановке Анны Каренина Дмитрий играет Вронского, а Наталья играет Китти. Вот расскажите, чем этот мюзикл отличается от ваших других проектов, ведь это уже не первая ваша совместная работа. Ранее вы работали в таких проектах, как «Русалочка», «Зора», «Красавица и чудовище». Вот есть какие-то особенности, отличительные моменты от всех других работ именно в мюзикле Анны Каренина? Ну, прежде всего, это, конечно, материал, потому что история далеко не хэппи-эндовая, насколько мы все знаем, да? Это стилистически отличается даже по манере вокальной, потому что те проекты, которые вы перечислили ранее, это, скажем, диснеевские такие, сказочные, да, и у них есть свои правила и свои требования по музыкальной и вокальной составляющей, да, по манере. То здесь это, скажем, такая манера поп-рок. Ну, я думаю, что еще как бы добавить ко всему, что сказала Наташа, абсолютно верные вещи. Действительно, это материал, это Лев Николаевич Толстой, это то, что интересно нам как актерам, и думаю, то, что, скажем, рядовой широкий зритель не ожидал то, что может стать мюзиклом. Ну, а мы все-таки хотим узнать такие вот особенности вашей работы вдвоем в одном спектакле. Какие есть сложности? Вы семейная пара, у вас замечательный сын, А тут надо выходить на одну сцену и играть, причем персонажи-то у вас расходятся в этой истории. Я открою вам секрет, у нас дипломы актеров. Это понятно. Нам это не мешает. Это понятно, выйдя со сцены, выйдя из образа, все это мы проходили. Мы все равно едем в одном направлении, да, по одному адресу. Не то чтобы сложность, я хочу сказать, что очень даже такая, ну, скажем, отличительная особенность. Мы контролируем друг друга. Я каждый раз, наши сцены не пересекаются, за исключением первой сцены в первом акте, а все остальное я отсматриваю Наташу из директорской ложи, у меня есть время туда зайти, а Наташа отсматривает все мои любовные дуэты с Карениной. Я реально вижу это боковым взглядом иногда. Я что-то корректирую. Высказываю пожелание, говорю, больше, больше. Несколько раз я видел камеру в кулисе, когда я снимала дуэт для потом дальнейшей работы. Нет, вы не подумайте, что я контролирую и говорю там, а ты что там как-то потрогал? Наоборот, говорит, Дим, ну, более откровение, более чувственно. А почему жена не может контролировать мужа? Зачем тогда жена мужу спрашивает? Абсолютно. Говорит, ты ее целовал недостаточно, чувственно. Здрастно, да. Нет, на самом деле мы с Димой команда, и это очень помогает, потому что мы действительно смотрим... Ну, подожди про команду. Я хочу рассказать очень смешной случай. Она, например, Анна Каренина, всем девочкам-исполнительницам этой роли, и говорил, девочки, ну, снимайте с него рубашку, папа. Ну, пусть будет красиво. Пусть это страстно, ну, лапайте его. Разрешаю. Разрешаю. Это очень сексуально, Яков. Последние несколько лет вы посвятили себя семье. У вас родился замечательный сын. Вот у меня вопрос к Наталье. Как удается совместить две такие непростые задачи, как воспитание ребенка и творческая деятельность? Как это удается? Первый секрет таких семей – это волшебные бабушки, которые очень много сильно помогают. Ну, и пожелания нашим слушателям в завершении нашего замечательного разговора, и, конечно же, приглашение на мюзикл «Кто успеет». Друзья, я желаю вам хорошей погоды, отличного лета, и приходите к нам в театр на Каренина. И прекрасного вам настроения. Ждем в театре. Радио Романтика. Радио Романтика. 98,8 FM.